Уникальные свойства синегорской воды обнаружили ещё японцы во время карахута, когда на месте санатория была водолечебница Ансен. По легенде, даже наследный император Хирохита приезжал лечиться на сахалин. Всё потому, что в составе жидкости содержится мыштяковистая кислота, которая обладает тонизирующим действием на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную и пищеварительную системы. Для желудка очень хорошо. Помогает. Потому что кишечник уже работает не так. А вот попьёшь её, и кишечник уже по-другому работает. Лечебно-профилактическая вода с высокой минерализацией принимается по назначению врача. Купажированная смесь с природной питьевой водой более безопасна, так как содержит меньше минералов. Её можно употреблять с профилактической целью. Я всем рекомендую обращать внимание на этикетку. Там указано, насколько можно принимать, какое количество, в каком количестве принимать эту воду. Но в любом случае минеральная вода противопоказана всем, у кого, допустим, страдает, камни у кого есть. Потому что это как бы... Ну и не рекомендуется, конечно, детям до 14 лет. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко инициировал большой проект по развитию курортного и медицинского туризма в островном регионе. Кулинарное путешествие тоже может быть полезным. Сейчас разрабатывается меню правильного питания в нескольких ресторанах Южно-Сахалинска, которые сохранят вкусовой колорит и при этом будут полезны. Следующий момент важный, о котором мы говорим, это также лечебно-профилактические восстановительные процедуры через туристические маршруты, то есть это оздоровительные туристические маршруты. Это культурные мероприятия и события, которые имеют тоже свои показания, противопоказания. Санаторное лечение – это не только физиотерапевтические и лечебно-профилактические процедуры, но и положительные эмоции. Минеральная вода приятна на вкус, её бесплатно может попробовать любой желающий.